Рад вас приветствовать лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежья. Весна, вода еще холодная, собираетесь ехать ловить вот такую платву, густеру, красноперку, леща, а возможно у вас проснулся карась и хочет отведать неизведанное, тогда это видео для вас, я вам сейчас быстро расскажу и покажу, что надо приготовить. Готовится очень легко, также мы приготовим прикормку, вернее добавку в прикормку. Берете свою прикормку, добавляете туда эту добавочку и все, и рыба летит к вам. Как это приготовить? Смотри в этом видео, будет интересно. Берем сковороду, ставим на плиту, разогреваем и высыпаем туда гречки. Количество должно быть такое, которое понадобится вам для рыбалки. Мне на данный момент много не надо, поэтому я насыпал немного. Сделаем интересную рыболовную насадку при помощи этой гречки, а также можно, как я уже говорил, использовать ее в качестве прикормки. Прошло около 3 минут и наша гречка стала издавать вкуснейший аромат, а это сигнал, что пора выключать плиту. Пересыпаем гречку в какую-нибудь посудину и далее в ход идет кофемолка. Высыпаем гречку в кофемолку и буквально через минуту у нас получится шикарный коричневого цвета порошок, который издает аромат просто безумный. Ну вот в принципе и все, прикормка готова. Но я бы порекомендовал лучше смешивать ее с какой-нибудь магазинной или самодельной прикормкой. Таким образом объем будет больше, ароматом насытится ваша прикормка, если она имеет слабый запах. И рыбу привлекет это гораздо быстрее. Ну а я же конечно на этом не остановился. Мне хотелось проверить, как она работает в качестве насадки. Взял я обычной пшеничной муки и приблизительно 50 на 50 смешал с перемолотой и пережаренной гречкой. И получилась у меня отличная насадка, которая хорошо держится на крючке. Понравилось видео? Поставь пожалуйста лайк. Хочешь что-то сказать? Пиши комментарий. Ну а я поехал на очередные рыболовные приключения. Скоро новые интересные рыболовные насадки. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok